Сейчас все больше популярность набирает идея оздоровления через еду. Эта мысль не нова. Еще Авиценок говорил, что самое лучшее лекарство – это еда, которой ежедневно питается человек. Новые технологии сейчас помогают получать максимальную пользу от еды, и появилось такое понятие, как суперфуд. Сегодня мы поговорим об одном из видов суперфуда, который произрастает в Юго-Восточной Азии. Но в современных условиях он доступен каждому человеку в любом уголке мира. Это маринга масленичная. Маринга является лекарственным растением, очень популярным среди азиатских народов. Достаточно неприхотливое это растение широко распространено в Таиланде благодаря возможности выживать во время засухи. Маринга – это кладезь белков и витамина А. Именно поэтому растение признано эффективным средством при лечении заболеваний кожи врачами-дерматологами. Богатая кальцием, калием и медью, маринга используется при лечении всех видов крепка кожи и ногтей. В Таиланде марингу используют как средство от подагры. Однако важно внести ясность. Сама маринга – это дерево. В медицинских и косметологических целях используют листья, семена, плоды, кору и корни маринги масляничные. Но они имеют разное воздействие на организм. В частности, при лечении подагры используются именно капсулы маринги, которые делаются из листьев растения. Масло маринги изготавливается из семян растений. И оно достаточно токсичное. Прием его внутрь при той же подагре противопоказан. Также не рекомендуется принимать внутрь масла беременным женщинам. Это может провоцировать выкидыш. И не рекомендуется при беременности есть семена маринги, из которых это самое масло и выжимается. При этом листья и стручки маринги, в которых находятся семена, используются в тайской кухне как ингредиент супов с мясом и морепродуктами. Зеленые молодые стручки употребляются в еду в виде гарнира. Семена растения даже используются для очистки воды. Благодаря антисептическим свойствам настоянная на маринге вода абсолютно безопасна для применения. Именно антисептические и антибактериальные свойства масла маринги обуславливают ее эффективность в качестве противогрибкового средства. Но об этом качестве стоит помнить при внутреннем приеме маринги. Только капсулы, сделанные из листьев, безопасны для приема внутрь. С маслом же стоит быть поосторожен и использовать его только для наружного применения. Маринга очень популярна среди тайцев. Ее употребляют как в свежем виде, так и в капсулах. Капсулы с марингой содержат витамины А и С, белок, кальций, калий и многие другие микроэлементы, благодаря чему ее активно используют для укрепления иммунитета и для дополнительной витаминной добавки для детей с недостаточным питанием. Причем марингу дают деткам с младенчеством. Маринга обладает уникальным свойством. Она одновременно помогает набрать вес в недостаче, при этом снижает процент жира и уровень холестерина в организме, нормализуя обмен веществ. В Таиланде такие капсулы являются популярным натуральным витаминным комплексом, который используется в профилактических целях и при лечении заболеваний мочеполовой системы. Тайские исследования показали эффективность совмещения маринги с лучевой терапией при онкологии. Маринга смягчает вредоносное действие радиации на организм, ускоряет восстановление организма и помогает победить рак. Так как маринга повышает защитные свойства организма от радиации, ее следует принимать людям, живущим в мегаполисах, работающих на вредных для здоровья объектах и в странах с высокой солнечной активностью. Летом прием маринги предотвращает излишнюю пигментацию кожи, вызываемую чрезмерной солнечной активностью. Применение маринги внутрь в виде капсул нормализует давление, очищает кровь, укрепляет иммунитет, питает мозг. Антипризитарные свойства маринги способствуют введению паразитов из желудочно-кишечного тракта, однако целенаправильно бороться с паразитами в организме, лучше подобрав соответствующую антипризитарную программу. Содержание витамина С в капсулах маринги в 7 раз выше, чем в апельсине, кальция в 7 раз выше, чем в молоке, витамина А в 4 раза выше, чем в моркови, а калия в 3 раза выше, чем в бананах. Давно маринга была признана суперфудом. В некоторых странах вошло в привычку пить напиток из листьев маринги вместо чая-мача, так как листья маринги содержат больше полезных и питательных веществ, кальция и железа, и при этом не содержат кофеина. Экстрагированный порошок маринги можно заваривать, как обычный чай-мача, но лучше заливать не кипятком, а температура воды не выше 70 градусов, чтобы не разрушить антиоксиданты, которыми так богаты листья маринги. Некоторые тайские компании производят экстракт маринги в порошковом виде для повседневного употребления маринги в приготовлении еды и напитков, чтобы позаботиться о себе и своих близких и обогатить рацион питания полезными веществами, которые содержат маринги. Экстракт листьев маринги в порошковом виде производится по особой холодной технологии экстрагирования и сушки, при котором сохраняются все полезные вещества свежих листьев маринги в концентрированном виде 10 к 1, что делает этот порошок более эффективным в сравнении с обычным порошком из листьев маринги. Экстракт листьев маринги применяется для лечения истощения при недоедании у детей с рождения до 10 лет, снижая статистику смертности, инвалидности и слепоты от недоедания, так как маринга содержит огромное количество питательных веществ. Маринга восполняет недостающие питательные вещества, которые недополучает ребенок из обычной еды. Для новорожденных лучше всего получать питательные вещества с молоком мамы, который пьет экстракт листьев маринги. В этом случае ее молоко будет содержать все необходимые вещества для здорового роста и развития ребенка. Маринга помогает восстановить общее здоровье. Регулярное употребление экстракта листьев маринги помогает нормализовать гормональный тон, заставить тело работать на полную мощность, помогает расслабиться и стимулировать восстановительные процессы, восстанавливая изношенные или поврежденные части тела, чтобы быстрее восстановить и вернуться к работе в обычном режиме после тяжелой болезни. В ходе лабораторных исследований Банковского медицинского университета Рамы V было выявлено множество полезных свойств маринги. Было выявлено, что маринга является мощным антиоксидантом и помогает в борьбе со старением. Также маринга укрепляет иммунитет, обладает анкопротекторным свойством, защищает от радиации, улучшает кровообращение, тонизирует, повышает выносливость. Это мочегонно. Маринга снимает отеки, выводит лишнюю жидкость, обладает антиоксидантом и детоксикационным свойствами. Маринга укрепляет костную систему, облегчает боль в мышцах, пояснице, ногах, очищает организм от шлаков и тяжелых металлов. Порошок-листик маринги – это отличная профилактика простуды и гриппа. Она помогает организму выдержать натиск вируса и, даже если вы заболели, перенести вирусные инфекции с минимальными симптомами. В тайской медицинской практике маринга эффективно применяется как вспомогательное средство при борьбе с такими заболеваниями, как рак, анемия, гипертония, сахарный диабет, астма, синусит, аллергические реакции, сердечно-сосудистые заболевания, офтальмологические заболевания, атид, конъюнктивит, язвы во рту, зубные боли, цинга, стоматит, разновидности токсического зоба, болезни легких, хронические каши, пневмония, головная боль, дерматологические заболевания, лихорадка, воспалительные заболевания кишечника, диарея, запор, ревматизм, заболевания суставов, заболевания печени и почек, вкусы насекомых, прием антибиотиков, лучевая терапия, грибковое поражение кожи, волос, ногтей, опоясывающий лишай. На самом деле, это далеко не полный список, при котором маринга может значительно улучшить ваше самочувствие. Но не забываем все-таки, что это не панацея и при таких заболеваниях, как онкология, марингу стоит использовать как вспомогательное средство, которое дает дополнительные силы организму при классическом лечении. Последние исследования показали, что применение маринги во время беременности в разы снижает вероятность заражения младенца ВИЧ от матери. Да и вообще принимать марингу во время беременности очень полезно и здоровым женщинам в качестве натурального источника витаминов и микроэлементов. Отдельно стоит отметить полезные свойства масла маринги масленичной для красоты и здоровья. Насыщенное природными кислотами, масло маринги отлично заменяет питательный крем и содержит многие витамины и минералы, необходимые для здоровья и молодости кожи. Натуральное масло маринги успокаивает кожу, снимает воспаление и обеспечивает антибактериальный эффект, защищая ее от грибковых инфекций. Действие маринги по своей силе сопоставило с фармацевтическими антибактериальными препаратами, при этом преимущество применения натурального средства неоспоримой. Масло маринги обладает антисептическими, ранозаживляющими, антипаразитарными и противогрибковыми свойствами, увлажняет и смягчает кожу. Масло обладает высокой проницательностью, легко проникает в глубокие слои кожи, питая, увлажняя и запуская процессы регенерации. Масло маринги подходит для всех типов кожи, выводит токсины, стемлюет обменные процессы, заживляет повреждения, уменьшает зуд и снимает раздражение. Его даже используют на детской коже при восстановении опрелости от подгузников. Масло маринги помогает при грибковых поражениях кожи и ногтей. Масло маринги применяется для ухода за волосами и кожей головы. Она поможет решить проблемы с перхотью и секущимися концами. Массаж головы с маслом маринги устраняет зуд и останавливает выпадение волос. Масло маринги поможет в лечении сибореи и аллергической сыпы. Тайские травники рекомендуют масло маринги закапывать в уши при отите, зоде и инфекции в ушах. На основе масла маринги в Таиланде выпускают разные виды уходовой и лечебной косметики. Дерматологи и косметологи используют марингу для лечения аллергических реакций и всех типов грибка на коже, ногтях, слизистых. Особенно эффективно совмещаясь прием масла маринги наружно с капсулами из листьев маринги внутрь. Такой комплекс поможет избавиться от шелушения и зода, от экземы и опоясывающего лишая. Акне и постакне намного лучше поддаются лечению при применении маринги внутрь в виде капсул и при добавлении масла маринги в косметику. Нанесение масла на пораженные участки кожи помогает убрать пигментацию седы от плещей, темные застойные пятна на коже. Зеленый тайский бальзам с марингой не заменим в домашней аптечке. Он содержит масло семян, экстракт цветов и коренев маринги масляничное. Это отличное противоожоговое средство, препарат для обработки порезов, укусов насекомых, Бальзам обладает дезинфицирующими свойствами и эффективен при небольших повреждениях кожи. Бальзам с марингой используется для улучшения циркуляции крови, помогает восстановлению при параличе рук и ног и при ревматоидном артрите. Бальзам применяют для растворения отложения солей и мочевой кислоты в суставах и при остеохондрозе. Активные свойства маринги обуславливают применение зеленого бальзама с марингой в качестве противогрибкового средства. У наших клиенток есть отличные результаты по лечению ногтевого грибка этим бальзамом. Для того, чтобы избавиться от ногтевого грибка, достаточно 3 раза в день втирать в пораженную пластину небольшое количество бальзама с марингой. Опыт наших клиентов бальзам с марингой отлично помогает при болях в коленях. Маринга уже получила признание среди народов Азии, а благодаря своему богатому минерально-витаминовому составу становится популярной и в странах Европы. Чтобы узнать, как действует это растение, нужно хотя бы раз испытать его на себе. Ваше тело и ваша кожа скажут большое спасибо за такой подарок. Заказать марингу масленичную наивысшего качества вы можете на нашем сайте bestvomtai.ru Выбирайте лучшую. Лучшие из Таиланда. Продолжение следует...